Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это 66-я серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч азэкоинов. Как вы помните, в прошлой серии я уже начал процесс крафта того самого аксессуара, а именно цепь махинатора, и что мы имеем на данный момент. Позади у меня 12 крафтов, ну и как вы понимаете, все они безуспешные. Ну и как всегда, у меня есть проблемы с бронзой, поэтому прямо сейчас, наверное, я отправлюсь на свой сервер. Первое, что я решил сделать, это забрать все ресурсы. Из дома, который на данный момент у меня находится в аренде, также из своего маверика достаю все ресурсы. Хлопка, ну и конечно, чтобы освободить место, в инвентаре закидываем сюда мои ларцы, платиновые рулетки, золотые рулетки, ну и так далее. Главное после этого закрыть после себя маверик, чтобы никто у меня это не украл. Побегал я немножко у центрального рынка, но, к сожалению, мне не удалось найти игрока, который продавал бы бронзу, и это, по сути, не удивительно, ибо на часах у нас полчетвертого утра, поэтому на своем магическом шаре я отправился прямиком на шахту. На руках у меня, кстати, 167 миллионов. Видим здесь на скупе игрока, который закупает бронзу по цене 83 800 долларов. Поначалу у меня были мысли написать этому игроку и договориться о том, чтобы он продал мне все его ресурсы, бронзы, по цене в 100 тысяч за одну штуку, но связаться с ним у меня не получилось, поэтому устанавливаю свой переносной ларек и начинаю скупать бронзу по цене 85 тысяч. Но даже с учетом того, что я встал на скуп и закупал бронзу дороже, чем другие игроки, в любом случае весь этот процесс не такой уж то и быстрый, и докупить нужное количество бронзы мне не удалось. Поэтому уже на следующий день я снова отправился на центральный рынок, стал обсматривать все лавки, покупаю 12 штук бронзы по цене в 1 миллион 140 тысяч, еще 28 штук за 4 миллиона 200 тысяч, но в конечном итоге я не выдержал, отправился снова на Vice City и обменял все свои 160 миллионов на Vice City доллары. Итого на руках у меня 1 миллион 351 тысяча, и если в ближайшее время я не найду игрока, который смог бы мне продать бронзу по плюс-минус адекватной цене, то я наверное забомлю и закуплю по оверпрайсу бронзу на все свои деньги, и тогда уже будь что будет. Нашел среди лавок игрока, который продавал 29 бронзы по цене в 1050 Vice City долларов, что является адекватной ценой, поэтому закупаем без оглядки всю его бронзу. Далее я решил забежать внутрь центрального рынка и также просмотреть все лавки, но к сожалению мои поиски были безуспешны. И кстати пока я все это смотрел, заметил, что очень много игроков продают эту самую цепь махинатора. Если меня спросить, что было бы лучше, сразу купить такую цепь, либо же скрафтить, я бы по-любому выбрал второй вариант, ибо как по мне мы уже проделали довольно длинный путь по закупке ресурсов, и прямо сейчас взять и все это распродать, для того чтобы просто купить готовую цепь, будет как-то скучно. С другой стороны, если мы все же сделаем все 50 попыток крафта, и ни одна из них не будет удачной, будет очень обидно. Пока у меня есть 152 бронзы, решил по приколу сделать еще 2 крафта. Кто его знает, может с этих двух попыток мне улыбнется удача, и я скрафчу эту самую цепь, но к сожалению 2 крафта проходят, и оба они безуспешные. И на данный момент позади у нас уже 14 попыток крафта. Ну и тут, друзья, у меня знатно забомбило. Достаю свой магический шар, долетаю до центрального рынка, снова обсматриваю лавки, чтобы найти бронзу. Понятное дело по оверпрайсу, но все же самую дешевую среди тех, которая была выставлена на продажу, и почти что на все деньги закупаюсь бронзой. Самое главное оставить себе деньги на сам крафт. Нахожу лавку, где игрок продает бронзу по 1720 долларов, и закупаю у него ровно 600 штук. На руках у меня осталось всего лишь 38 тысяч. И чтобы вы понимали, денег больше у меня по сути и нет. Перезахожу в игру и появляюсь сразу в домике, заходим в подвал, ну и запускаем ровно 10 крафтов. Думаю, не стоит говорить, под какую музыку я все это крафтил, но все же в ролике я не буду ее вставлять, ибо за нее прилетает АП. Поэтому просто представьте, что на фоне у вас инстасамка. Проходит у нас три безуспешные попытки, но и на четвертую я вижу то прекрасное сообщение, а именно, вам был добавлен предмет цепь махинатора. Не будем прерывать крафт, кто его знает, может получится скрафтить еще одну такую цепь. Но забегая наперед, из этих 10 крафтов успешным был только один. Открываю инвентарь, но и надеваю ту самую цепь. И по сути, мой сет можно сказать, что уже почти собран. Все, что мне осталось, это просто заточить цепь махинатора на плюс 12, ну а также купить для нее нашивку. Замечаю, что в инвентаре у меня осталось еще 154 бронзы. По сути, мне хватает еще на два крафта. Без каких-либо надежд я запускаю еще два крафта, но и понятное дело, оба они безуспешные. И что мы имеем по итогу? Из 24 попыток, успешной у меня получилась только одна. Но при этом, в инвентаре у меня осталось еще куча золота, алюминия, льна и хлопка. И на самом деле, сейчас выгоднее всего продать все эти ресурсы. Уж не знаю точно, но лямов 200 я смогу с этого получить. Поэтому прямо сейчас же отправляюсь обратно на сервер Гилберт. Из дома, который у меня сейчас в аренде, достаю все ресурсы льна. Из шкафа своего дома забираю хлопок. Ну и также, пока я на Гилберте, не забываю про свою майнинг-ферму, которая, кстати, находится на паузе, не знаю почему. Обязательно запускаем видеокарты. И с забитым инвентарем вылетаем обратно на Вайсити. Но перед этим решил также заглянуть на очки нетранера. И для их крафта, вы не поверите, но также нужна та самая проклятая бронза. По сути, можно было бы что-нибудь продать, например, тот же скейт. Закупить на все деньги бронзу и попытать счастье с этими очками. Но если честно, после всех этих долгих закупок ресурсов, хочется взять небольшую паузу в крафте. Поэтому, возможно, к этой идее мы вернемся чуть позже. Нахожусь я уже на острове Вайсити, выставляю все предметы на продажу. На балансе сейчас у меня 20 тысяч в Вайсити. Ну а спустя примерно день на балансе лям 800. И это, по сути, я не продал еще все ресурсы. Победитель на розыгрыш из прошлой серии прямо сейчас у вас на экране. Отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня разыграем 1000 АЗ Коинов. Условия, как всегда, простые. Достаточно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм. Ну а также еще что-то касаемо данного видеоролика. Ну а если хотите, чтобы следующая серия вышла уже завтра, набираем здесь 666 лайков. Всем до скорого!